Школу без детей почти за полтора миллиарда тенге построили в пригороде Ак-Тубе. Новое здание пустует, потому что в ней некому учиться. В селе Щелесай, где расположилось учебное заведение, нет воды и коммуникации. Лейла Уесова продолжит тему. Село Щелесай входит в состав благодарного сельского округа, который находится в подчинении городской администрации. В 2016 году власти Ак-Тубе планировали предоставить здесь очередникам 1200 земельных участков под ИЖС. Некоторые начали строиться, но потом передумали переезжать, так как в пригородном селе нет центрального водопровода, аптеки и даже продуктового магазина. А в новой школе теперь некому учиться, возмущаются местные аксакалы. Взяли и построили школу прямо посреди степи, вместо того, чтобы провести коммуникации. Надо сначала создать условия, провести воду, газ, свет, а потом народ приедет сюда жить. Смотрите, сколько домов вокруг, а людей нет. Никто не хочет переезжать. Детям тяжело. Провожаем, встречаем, ждем, когда новую школу откроют. Мы рядом живем. Хочется, чтобы люди вернулись в село. Новая школа рассчитана на 680 учеников, но в селе их наберется не больше 100. Детей на специальном автобусе возят учиться в соседний аул. Узнав, что учебное заведение пустует, чиновники от образования решили переоборудовать часть здания в школу-интернат на 250 мест. К нам уже обратились родители с просьбой разместить своих детей в интернате. Школа нового формата оснащена всем необходимым оборудованием. Мы считаем, что обучение в таких условиях даст большие возможности для сельских детей. Как сообщили в областном Акимате, школу в селе Щелесай строили на перспективу, чтобы и спустя десятилетия детям в этом здании было комфортно. К слову, распахнуть свои двери она должна была еще в 2019 году, но сроки строительства затянулись на целых 5 лет из-за нехватки средств. Сельская школа обошлась бюджету в 1 миллиард 400 миллионов тенге. Торжественное открытие теперь состоится в конце этого года. Лайла Уэс, Вашим Аркадабергенов, телеканал ТТК-42, Ак-Тубе.